МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В полной мере смогли насладиться хитами и приобщиться к новым веяниям в драм-н-бейс-мире. Мне очень нравится сегодняшняя школа нового дип-драм-н-бейса, который не является собой такой боевик оголтелый, а всё-таки более размеренная, более воздушная и жирная музыка. То есть это бейс-мьюзик. То есть подача больше не на барабаны, а на бас, грубо говоря. Замине – первая девушка-диджей, которая стала играть драм-н-бейс в Москве и Петербурге. Также она является одной из организаторов самой первой пиратской станции – крупнейшего драм-н-бейс-фестиваля в мире. Её сет был наполнен спокойными и романтическими мелодиями. Здесь очень сложно. Здесь приходится проявлять мужественность характера зачастую и конкурировать с мужчинами на том же уровне. То есть потому что драм-н-бейс-фестиваля, она более унисексуальна, я думаю. Люди не думают о разнице полос, скорее думают о музыке, о культуре. И поэтому не все девушки это выдерживают. С музыкой Замине связалась довольно давно и началось всё с панк-рока. Теперь же появились новые музыкальные пристрастия, нотки которых можно было услышать в сетах первой драм-н-бейс-леди. Ну, мне нравятся музыки, такие настроения. Детто-стайл гэнст-эшит. Ну, уличные всякие, честные драм-н-бейс. Нравится, конечно, танцевали, но чтобы он не был пошлый. Нравится красивый драм-н-бейс, когда там много соуса, джаза и фанка. Нравится безумный драм-н-бейс. Ну, кроме драм-н-бейса, я ещё играю и слушаю даб-степ. Даб-степи тоже такие, мне нравятся именно грязные настроения. Изначально драм-н-бейс появился на Туманном Альбионе в 90-х годах. За короткий отрезок времени этот жанр электронной музыки набрал обороты и вырвался из андеграунда. Всё это благодаря одной особенности. В рамках одного жанра можно услышать музыку, звучащую совершенно по-разному. Ну, я думаю, что драм-н-бейс, как и джаз, он может быть популярен или не популярен, но он никогда не станет попсой. Гвоздём же вечера был автор и ведущий радиошоу «Пиратская станция», а также один из основателей одноменного фестиваля – Константин Нестеров. Он же – диджей-гвоздь. Как человек, который постоянно находится в центре событий, он рассказал, каково же состояние драм-н-бейса в нынешнее время. Музыку слышит большее количество людей, которые хотят эту музыку слышать. И за счёт того, что они ходят на фестивали, соответственно, они прививают, ну, глубже, может быть, немножко глубже, начинает эта музыка интересоваться постольку-поскольку. То есть хотя бы потому, что слышат какие-то песни, которые их задевают, начинают узнавать, что за автор там, какое название трека, а там пошло-поехало. И, глядишь, какая-то часть этих людей дойдёт до того, что будет серьёзно интересоваться именно музыкой, культурой, ну, неважно там даже, что будет слушать, именно относиться. Вот я занимаюсь лейблом «Респект», и, соответственно, лейбл плодоносит, и плодоносит. Очень много интересных музыкантов подписалось в последнее время. В обозримом будущем, ну, самое ближайшее, это наша пятая виниловая пластиночка, двух 12-дюймовый EP, сборник, состоящий из 8 треков, называется «Медитация в танце». Это как раз-таки 170 BPM электроника, это разные вкусные кусочки драм-н-бейса, разные интересные биты. Очень, ну, так получилось, на самом деле не специально, но так получилось, что действительно известные продюсеры собрались на этом сборнике. Первая в Могилёве драм-н-бейс-вечеринка с такими именитыми гостями была настоящим праздником для ценителей такой музыки. Станет ли доброй традицией? Время покажет. Йоу, Peace Massive, это диджей Гвоздь, вы смотрите утренний канал. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!